Не так давно, а именно 9 января этого года, состоялась премьера нового комедийного сериала «Гражданский брак» на ТНТ. Но сразу вас успокою, каких-либо рецензий или оценок сериалу в этом видео давать я не буду. А вот на интересных фактах о двух замечательных актерах этого сериала, Агате Муциньеце и Денисе Кукаяке, стоит остановиться поподробнее. Итак, встречайте, Агата Муциньеце. Российская актриса латвийского происхождения родилась в Риге 1 марта 1989 года. В юном возрасте она посещала театральную студию «Шкатулка» и уже тогда приняла решение непременно стать актрисой. После окончания школы Агата Муциньеце выступала на подиумах Парижа и Милана и благодаря этой профессии объездила полмира. Девушка владеет четырьмя языками, родным для нее латышским, русским, английским и китайским. Агата неплохо выучила китайский в Китае говорящей семье, которая жила во программе обмена в Германии. После окончания школы она продолжила изучение китайского языка и литературы на филологическом факультете Латвийского университета. Но уже после первого курса девушка забрала документы. В том же 2007 году Агата дебютировала в эпизоде сериала «След». Но наибольшую известность ей принесла роль Дарьи Старковой в телесериале «Закрытая школа». На съемках «Закрытой школы» она и познакомилась с актером Павлом Прилучным. В августе 2011 года пара тайно поженилась в одном из московских ЗАГСов. 11 января 2013 года у них родился сын Тимофей, а 3 марта 2016 дочь Мия. Актриса официально взяла себе фамилию мужа, а ее девичья фамилия Муцениеце стала ее творческим псевдонимом. Вместе с мужем приняла участие во многих кинопроектах, в некоторых из них они сыграли пару. Кроме съемок в кино, актрису можно часто увидеть в рекламе таких именитых брендов, как Lenovo, Beeline, Nescafe, Megafone, Евросеть, Jardin, Savas и Сбербанк. Снялась в клипе певца Гасана, а также Андрея Ковалева на песню «А мне все снятся твои глаза», «Стейси энд Куби время» и неоднозначном клипе группы «Хлеб» поехали ко мне. А еще у Агаты есть две татуировки. Одна на лодыжке «Египетский орнамент», вторая «Узел успеха» на запястье левой руки. Агата Муцинеце ведет свой канал на YouTube, так что если вы большой поклонник Агаты и ее мужа Павла Прилучного и вам интересно посмотреть на жизнь их семьи, то милости прошу, ссылка будет в описании. Также поклонники сериала «Закрытая школа» найдут много интересной информации, так сказать, из первых уст, о том, как изменились герои сериала, чем заняты сейчас и какие у них творческие планы на будущее. Денис Кукаяко родился 31 января 1986 года в среднестатистической московской семье. Его родители не имели никакого отношения ни к искусству, ни к шоу-бизнесу. Зато Дениса с раннего детства тянуло к различным творческим занятиям. Еще дошкольником любил устраивать импровизированные концерты для родителей, друзей и соседей. В школе посвящал кружки рисования и авиамоделированные. Но самым любимым был театральный. Денис принимал активное участие во всевозможных школьных концертах и представлениях. Однако, вопреки ожиданиям, по окончании десятилетки поступил не в театральный вуз, а в социально-педагогический институт при МГУ на факультет педагогики и психологии. С друзьями Александром Шулико и Кириллом Трифоновым они создали свой первый юмористический интернет-проект «Что за шоу?». За ним последовали проекты «Мне нравится», и рассказать друзьям. Денис написал сценарий для сериала «Полицейские будни», а также сыграл в нем небольшую свою дебютную роль в кино. Позднее актер сыграл консультанта Алика в популярном сериале «Реальные пацаны», снялся в комедии «Пьяная фирма», а в сериале «Чоп» Денис выступил еще и в качестве сценариста. А еще Денис Кукаяко является одним из участников музыкального рэп-коллектива «Хлеб», творения которого регулярно попадают на его уже довольно популярный YouTube-канал. Ссылка будет в описании. В 2014 году актер женился на Елене Панариной, с которой до этого прожил 10 лет в гражданском браке, как и его герой Тёма в одноименном сериале. Супруга Дениса по образованию медик, но профессии врача предпочла видеоблогерство и теперь помогает мужу его разнообразной творческой деятельности. Вот такая получилась у нас главная пара актеров сериала «Гражданский брак». Все успевают и в кино сняться, и канал на YouTube вести, и семьи создавать. А теперь по традиции переходим к нашей постоянной рубрике «Бонус». Прошлое задание было непростым, но и с ним вы справились на 5 с плюсом. Встречаем наших отличников. Сегодня их получилось всего 6. А вопросом этого видео будет детская фотография одного очень популярного в России человека. Если узнали, пишите в комментариях его имя, желательно с пометкой «Бонус». И еще маленький анонс. Я открываю на канале новую рубрику «Звезды с изюминкой». Такого о мировых знаменитостях вы точно не знали, и первое видео выйдет уже через несколько дней. Так что подпишитесь и включите оповещение, чтобы не пропустить интересные новинки. Жду вас всех здесь снова, и до скорой встречи!